В общем, что-то я немножко даже опечалился. Представляете, Моисей опечалился от доната. Я уж то думал, что мы сейчас кое-кому придем. Ну, ладно. Ничего страшного. Может быть, в другой раз всегда. То есть, у меня пара идей просто появилась интересных там для, скажем так, тематических стримов. Ну, да ладно. Значит, бич из США. 230 рублей. Спасибо большое. С текстом 23 минуты Маклауда сможешь. Вот. И ссылочка на видос. Вот такой. Налоги в США, Жизбиняка, Чиж, НУВА и грузчик в США. Значит, что хочу сказать. Если этот видос, вот если моя реакция будет длиться больше, чем надо придумать сколько, чем полтора часа, давай не два, но больше, чем полтора часа, то все-таки, наверное, погорячился насчет Маклауда. Давайте Маклауд все-таки останется от 20 все-таки за минуту, потому что его, ну, скажем так, реакции на него пиздец, какие трудозатратные. Такие дела. Ну, это если будет полтора часа. Вот. И, ребят, кто-то, значит, короче, киньте, пожалуйста, мне в личку, если вдруг кто знает хороший установочник Фрути Лупса. Ну, что ж, что за идеи тематические? Давай сейчас на паузу поставлю и скажу. Все, ладно, давайте вернемся к нашим Маклаудам. Ну, что ж, я снова всех дико-тотально приветствую. Вот. Бля, Вегабонд, ебать. У меня был какой-то хейтер, который постоянно заходил с аккаунтов, подписывался вегабомж или что-то такое. Хочу еще немного посмотреть канал Жизнь Майами. Это какой-то вроде... Эээ, пропускаю. Ладно, походим. Тут будет про налоги, про грузчика и про Чиж-Нью-Йорк. Про его видос. Вот. Давайте начнем про налоги. Так. Правда, смотрим дальше. Там есть графа налогов, если вы совсем не можете... Ну, это вот... Понятно. Люди такие богатые в Америке, что микрофона у них даже, блядь, нет. Этот Алекс Брежнев, да, вот. Который там рассказывает в своих видосах, как плохо жить в США, там, в Канаде, как он там мучается, страдает, но никак оттуда не уезжает. Вот. Не выезжает оттуда. Вот в чем дело. Ну, как и ты в России. Тебе так плохо, но ты что-то как-то никак не хочешь уехать отсюда. Зарабатывает деньги там, причем немаленькие деньги. Тысяча по восемь долгов, как он говорил, да, в своем видосе. У него пять. Пять квартир в Одессе. Ну, такой вот не щук, как бы. Пять квартир в Одессе, сука. Вот это все, что надо знать об этих, блядь, американцах ебучих. Что у него пять квартир в Одессе, блядь. Что он там купил недвижимость. Он не купил в Америке, он не сдает в Америке. Он, блядь, у него в Одессе квартиры. Это вот это просто, ну, все. Аплодисменты, реакцию можно заканчивать. Такой вот бич. Напомню, что... То есть он, грубо говоря, за счет украинцев, Одесситов, да, получает бабки. Если он сдает эти квартиры, конечно. Может быть, они у него просто там лежат и все. Ну, тогда он дурак. Но предположим, что он сдает эти квартиры. То есть за счет Одесситов живет себе в Америке. Прекрасно, блядь, заебись, классно придумано. Мосяка, Мосяка. По мнению Мосяки, вот такие работы, да, это же фигня все, да? Так. За такие работы достаточно бичарские, ну, отстойные. Угу. На которых работают там люди второго ссохта. Ну, вот они должны корячиться за маленькие деньги. Да, должны. За маленькие деньги. Конечно. Ну, то есть не очень большие. Вот. Блин, а вот там, как бы, видимо, иначе как-то устроено, да? Ну, да, там несправедливо. Там почему-то даже бичи какого-то хрена получают нормальную зарплату. Пиздец, плохо. Там, наверное, так это не считают. Ну, дело в том, что там очень много людей, которые делают пользу для всего человечества, и за счет этого они становятся богатыми за счет именно экспортных, скажем так, денег, да? То есть за счет фильмов, за счет музыки, за счет там всякого такого, за счет Гугла, за счет Амазона, Старбакс, Макдональдс, то есть, ну, просто бесконечное количество американских фирм, за счет чего Америка может себе позволить даже бичам платить приличные зарплаты, но это не заслуга бичей. И это, как бы, это заслуга Атлантов. А в России просто, к сожалению, этих Атлантов нет, потому что в России вместо них Маклауда. Вот. В России до сих пор совок в головах у людей. И те, кто, вроде как, даже хоть что-то у него там как-то с горем пополам получается, они, к сожалению, по своей, ну, в той или иной мере дебильности, ну, либо, наверное, я не знаю, бывает, что по каким-то личным причинам. То есть, допустим, если ты, ну, в жопу ебешься, ты гомосек, да, в России тебе плохо, к сожалению. Это, наверное, неправильно, несправедливо. То есть, почему, если человек гомик, но он, допустим, делает что-то, какую-то пользу для общества, какого хера он бежит в Америку? И в итоге он там, не знаю, какой-нибудь, если, допустим, наш, вот, Андрюша Петров, да, наш блогер, его смотрят мы, его смотрят русскоязычные люди все равно, он в Америку съебется и будет, получается, реклама ему будет показываться наша, то есть, деньги наши на его видосах будут, да, или там, донатить ему будут наши какие-нибудь там, бабищи, там, я не знаю, еще кто-то, а он их в Америке будет тратить, жук такой. То есть, какого хера? Вот это вот, на самом деле, самое такое губительное для экономики, когда контент-мейкер, находясь, короче, находится в другом государстве, а, соответственно, смотрит его, ну, в этом, в том или ином. То есть, когда мы смотрим с вами американские фильмы или покупаем американскую технику, мы поддерживаем экономику американскую, прежде всего. Вот, и, соответственно, когда мы донатим, предположим, американскому стримеру, да, не упоминайте никого, я никого там особо, иметь в виду или там хейтить кого-то не собираюсь, но просто, чтобы вы знали, вы как бы поддерживаете американскую экономику тем самым. Вот, и деньги выводятся из России и становятся они, как бы, они теперь там. Вот. Или Германия, хуяня и так далее. В то же время, наоборот, если стример или там блогер живет в России и снимает на английский язык, на английском языке контент, и его смотрят оттуда, то как бы он оттуда таким образом забирает бабки сюда. И это очень здорово. И вот как бы хотелось бы, чтобы больше таких людей было. Это не заслуга бичей, это заслуга куичей. Да. Читал что-то из Айн Рэнд? Не, не читал, честно, мне лень читать, но фильм посмотрел ее про плечи. Все видимости. В цивилизованных странах, конечно. Атлас, блядь, забыл как, страгт или шракт, по-моему, слово забыл какое. Вот, в США, в той же, в тех же США, в данном случае. Вот, там так не считают, видимо, что нужно корячиться за бесплатно, за спасибо. Ну, плохо. Да. Ну, где ты заработаешь в России такие деньги? 8 тысяч баксов. Ты даже прогресс... Говно вопрос вообще, мне кажется. 8 тысяч долларов. Ну, я уже говорил, что есть такие деньги в России. То есть, есть зарплата, может быть такая. А, ну, хотя стоп, доход. То есть, если у чувака квартиры, у чувака квартиры, которые он сдает, да, я так понимаю, в Одессе, и то есть, если у него доход суммарный в месяц 8 тысяч долларов, ну, как бы, не знаю, насколько можно ли устроиться на зарплату 8 тысяч долларов, но, предположим, да как, блядь, квартиры нахуй, понапокупай, сдавай их. Будет у тебя, блядь, 8 тысяч долларов. И как тебе? Ну как, интересно, интересно, в чем-то согласен. Так, программистам, даже программистам такие деньги, наверное, не заработать, я не знаю, правда. Я думаю, миллионы в день можно фармить в России. Ну, что-то там, слышал там, тысячи четыре долларов, ну, восемь, я никогда не слышал, чтобы кто-то получал, ну, так, без особых проблем, ну, пусть там, с переработками, там, я не знаю, ну, пусть даже с переработками. Так, хорошо, 8 тысяч долларов, сколько в рублях это? Давайте брать не 638, давайте возьмем 700 тысяч рублей, 700 тысяч рублей, я делю на 30 дней. 233 тысячи рублей в день. Если ты, допустим, каждый день даже работаешь по чуть-чуть, смотри, 5 консультаций по 5 тысяч рублей, или 5 уроков гитары по 5 тысяч рублей за урок, то есть тебе нужно делать что-то, за что тебе могут платить 5 тысяч в час. Я не знаю. Или, допустим, одно видео на YouTube, в котором реклама стоит 25 тысяч рублей. Просто сними одно видео на YouTube, которое принесет 25 тысяч рублей. Или сделай продаж, предположим, у тебя некое свое дело, и ты продаешь что-то, и у тебя там средний чек, предположим, не знаю, 10 тысяч рублей. Маржинальность, если в нем 5 тысяч, все, тебе нужно делать 5 продаж в день, все, вот таким образом можно заработать. В России, где угодно, блядь, в мире, ну, где, естественно, хоть какой-то спрос на это есть. В России прекрасный спрос есть. И не только в России, вообще в русскоязычном пространстве. В РФ намного проще выйти на 8К бачей, чем в США. РФ страна возможностей, в США конкуренция лютая везде. Ну, возможно и так, возможно и так. Но я знаю, что в России точно можно. Ладно, смотрим дальше. Ну, я вот о таких цифрах не слышал. А тут, тем более, на достаточно печарской работе, да, что там, крутишь же баранку, да, ничего делать не надо особо, да. Это же не напряжно, правда, Моисей? Ничего-то делать не надо, ничего крутишь себе баранку, да и все. Ну да, хуево. Это же простое, хуево, что у водителей такие зарплаты, на самом деле, не должна быть. Достаточно работа. немножко поучиться нужно, там, на педали нажимать, да и все, что-то, да, никаких проблем же, да, правильно? Это же легко достаточно. Ну, поучиться, конечно, немножко надо, но в целом, достаточно легко же, за что тут платить? Или там, водитель трамвая, там же никакой ответственности нет, правильно? Никакой ответственности, это же работа для дебилов, которые раньше бухали, да, во дворе, это работа для даунов, конечно, полнейших. Там ответственности никакой, вот, что, что там работать, да, за что там платить, правильно? Правильно, правильно. Вот почему-то платят, почему-то у него 8 тысяч баксов. Да, плохо. Плохо, плохо. Ну, либо он пиздобол. То есть, честно говоря, я что-то как-то сомневаюсь, что 20 тысяч рублей, допустим, в день могут платить. Это мне, бляд, прям даже самому очень интересно. 20 тысяч рублей в сутки. Ну... Ну, теоретически, если ты... Что в... Не знаю, в России 10 тысяч, наверное, может стоить перевозка грузов... Ну, допустим, такси, не знаю, не такси, там, грузовой автомобиль какой-нибудь из... Например, из Москвы в Сочи, наверное, предположим. Это что-нибудь типа того. Наверное, может стоить и десятку. И так можно десятку и в день, наверное, в карман положить. Ну, или это... Может быть, я не знаю, это может быть доход, но не чистая прибыль. Что-то как-то вот, блядь, я не знаю, ребятки. Гуглить мне, честно говоря, лень время тратить, но если кому-то вот не лень потратиться и потратить время поискать 8 тысяч в месяц водителем, ебаным, можно в Америке, блядь, быть? Что-то какая-то хуйня. Допустим, там 20-25 процентов. Если вы уже зарабатываете как средний класс, берут 30-35 процентов налогов. Ну, я имею в виду еще с отчислением пенсионный фонд, потому что это тоже... А-а-а, ну да, с 8 тысяч, если у тебя... Ну, тогда да. То есть это еще я как-то вот готов понять. То есть предположим, что у него берут с этого там 30 процентов налогами, да? Ну-ка. Да, блядь, зараза. На помощь, петухи! Алькулятор. Спасибо большое за донат, Никита З. Мое почтение. На помощь! Спасибо. Две песни. В конце второй... Вот и остается уже 5600. Ну, хотя тоже, чё-то хуя, блядь. Чё-то? Да, спасибо большое, Никита З. За донат. Чё-то, бля, дохуя для водилы. Мне кажется, пиздёшь полный. 50. Или сколько он... Какая-то накопительная база. Ну, 30-35 процентов налогов. Ну, я имею в виду еще с отчислением пенсионный фонд, потому что это тоже идет как какая-то накопительная база, чтобы у вас чуть-чуть было больше, допустим, Петя. Никто не говорит, что со 100 тысяч долларов вы заплатите 50 тысяч долларов налогов. То есть 50 процентов... Да, 50 процентов есть. Нормально все, 50 процентов. Ну, как у масяки какой. У некоторых граждан там откуда-то берутся 50 процентов налоги. Да хуй знает, откуда они эти цифры-то берут. Ну, в сумме все... Свои башки не иначе. В сумме все сложи, просто такс, хуякс, пердакс, и вот тебе и будет. Так... 39 тысяч в год у нас может быть, да, допустим? Ну-ка, сейчас мне даже интересно 39 тысяч долларов в год. Это у нас... Так... Долларов... Угу... 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 Так... И потом плотинология. Не, ну нормально, нормально. Парень, что... Я просто захотел посмотреть, не знаю, от балды посмотрел, полицейский сколько фармит. Вот. Ну, ничего, ничего. Патрульный 2 500 долларов, получается, да. Нормально. Ну, я так понимаю, то есть, ну, блин, две штуки, это вот такая бомжатская зарплата, получается, США. Ну, то есть, и накупить на нее ты можешь тоже всякого, как бы, бомжатского говна. Заработали 100 тысяч, у вас забирают 50 тысяч. Я не знаю, может, в Канале они так забирают, но здесь такого нет. Это абсолютная лапша. У меня дольше работает бухгалтером. Самый большой налог, я ее спросил, слушай, из физических лиц, кто больше всего? Я говорю, кто тебе там... Она говорит, папа, мне звонит постоянно тракист, у него свой трак. Или, может быть, у нее свои два трака, на одном он ездит, другой сдает, я не знаю эти подробности, и они не важны. И она просто говорит, тракист заработал там около 120 тысяч долларов. Не 100, заметьте, а 120 тысяч он там где-то заработал. И она говорит, ему надо заплатить 23 тысячи долларов налог. Вот это правда. Это натуральная правда. То, что он говорит, 50% у вас заберут, это полная херня. Во-первых, это херня почему? Потому что... Во-первых, 50% складывается в сумме. То есть этот тракист придет в магазин что-то покупать, в этом магазине не указана такса, просто, блядь, тупо, ну... Короче, в конечном итоге государство себя забирает 50%, потому что он приходит в магазин, и там, блядь, процентов, не знаю, 10-20, там, или сколько, на каждый товар, налог, который, там, я не знаю, ты платишь... ну, просто таксу штата, хуя-то, еще чего-то. Смысл в том, что в сумме государство у тебя процентов 50 забирает. Об этом говорится? Когда у вас есть трак, вы будете списывать свои расходы, а расходов, поверьте, очень много. Каждый день вы заправляете трак солярой. Эти деньги вы убираете, это ваши расходы, с них не платят за налог. Каждый день на рабочем месте вы кушаете. 50% от еды тоже вы убираете. Вы убираете прачечную, где вы там в дороге постирались. Вы убираете плату за сотовый телефон, если вы пользовались... То есть он хочет сказать, что, типа, только чистая прибыль облагается налогом? Что-то как-то, бля, я не знаю даже. ...рабочее время, и по работе вы там просто включили на нем GPS и едете. Вы его уже убираете, плату за сотовый телефон и интернет. Вы убираете ремонт этого трака, вы убираете, там, платные парковки. Эти все деньги суммируются, они все убираются. Вы поменяли масло, любые расходы, связанные по работе, вы все это убираете. Эти все расходы, они не облагаются налогами. Поэтому, есть налоги, не облагаются, например, вот он говорит, что минимально, если, типа, вы совсем, как он сказал, я забыл, как он сказал, типа, совсем бедняк, да? Давайте возьмем меня. Я совсем бедняк. То есть, моя заработная плата в год составляет примерно... Маклауд любит посмотреть каких-то вот таких вот чуваков, которые орут прям пиздец просто. Вот ему прям нравится, что орал кто-то что-то. Причем орал желательно что-то такое, ну, что ему нравится. То есть, грубо говоря, вот любимый контент Маклауда, это вот что-то вот сейчас вот такое, Путин такой просто ужасный человек. У нас в стране, я работаю, блядь. И нужно просто с мудацким таким ебалом прям это делать обязательно. Я работаю, блядь. И получаю зарплату. А теперь я в Америке вот стал водителем. И тут я получаю, нахуй, зарплату, блядь. Больше, блядь, чем там, блядь. И вот я раньше это получал, я был сварщиком, а тут я теперь тракистом стал. На самом деле это все вынимается, и все эти налоги, блядь. Пиздец, блядь, что-то за хуйня. Я прям, мне неприятно смотреть, когда на меня орут, блядь. Что это за хуйня? Я не люблю вот таких вот, ну, как раз такой подачи, что-то травят. А у Маклауда это прям самое любимое, мне кажется. Чем громче человек орет, тем больше он прав, по его логике. Он не морочит, короче, 30 тысяч долларов, например, да? Я в этом году, я с 30 тысяч долларов заплатил 300 долларов. Это мой налог в год. Я заплатил 300 долларов. Вот я бедняк, зарабатывающий 2,5 тысячи долларов в месяц, в среднем в году. Когда-то 2, когда-то там побольше. И в итоге, короче, получается по 30 тысяч долларов. Да, можно сказать, что я вот, как бы, самое меньше зарабатываю. Ни дракист, никто. Ну, вот удивительно, конечно, если человек говорит правду, что он вот такой бедняк. Ну, как бы, странно, почему бедняк в США живет лучше меня, лучше Моисея даже, который вроде уже не бедняк. Вроде уже... Потому что бедняк тебе пиздит. Потому что бедняк блогер. И на своем блоге, кстати говоря, за счет русскоязычных долбоебов вроде тебя, он, блядь, получает не 2 тысячи. У него 2 тысячи зарплата, еще 2 тысячи с Ютьюба, блядь. Я не знаю. Как его? Вегабонт с Брежневым, да, называется? Что же кушает Вегабонт? Америка наизнанку, да, у него называется канал? Все очень просто, блядь. Почему же он... Может, потому что у него, сука, 300 тысяч подписчиков, блядь? Может, потому что у него хуева гора просмотров? То есть, смотри, если, допустим, у него 10 рублей за тысячу просмотров. Вот, пожалуйста. Вот, допустим. Вот мы берем. 60 миллионов просмотров у него на канале. 60. И это только те видосы... Может быть, он удалял что-то. Ну, вот те, которые в открытом доступе есть. 60 миллионов. И предположим, что из них мы два нуля убираем. Что по 10 рублей он получал, получается, значит, за... Этот самый... Только монетизация. Только монетизация. Рублей в долларах. Ну-ка. Вот тебе еще семь с половиной тысяч долларов, пожалуйста, просто на ровном месте. Ну, это, кстати, прямо только, я не знаю, может, по самой дешевой рассчитал. То есть, что-то я даже не уверен, что у него там за 60 миллионов просмотров. 600 тысяч. Может быть, это побольше будет. Самые старые. За два года. Я не знаю, на самом деле, есть ли у него именно реклама в видео. То есть, рекламирует ли он что-то. Думаю, ну, то есть, если он не рекламирует, то это очень тупо. То есть, мне кажется, странно, если у него нет именно интегрированной рекламы какой-то, которую он сам типа, а сегодня вот там подпишитесь на... Он какой-то, блядь. Такого-то чувака. То есть, это, ну, просто бред, если он вот так вот сидит и просто вещает, блядь. А, нет, это Алекс Брежнев. Это я другого нашел, какого-то жука. Ну-ка, что же кушает? О, Жизнь Майами называется канал. А, ну здесь, да, 20 тысяч подписок. Да, здесь ни о чем. Особо. Ну, здесь тоже уже можно что-то фармить, на самом-то деле. Ладно, что дальше? Кто он там вообще? Если он не бедняк, ну, тогда он, наверное, средний класс. А если он не средний класс, ну, тогда он бедняк, наверное. Ну, блин, Лин, ну, как так вот бедняк в США живет лучше, чем я, чем мы с... Мне даже интересно, что он... Какие-то прям нехилые кликбейты у него такие. Нет больше моих сил жить в США. Скажите, как мне теперь жить в Майами? Ну-ка. Работать по-американски или работать по-русски? Вот это вот очень интересное видео было бы посмотреть. Глянул бы, наверное. Ну, странно. Если, конечно, он говорит правду. Опять же. Но Брежнев это точно пиздобол. Вот, там точно... А, ну да. Ты тому, Клауду, геополитический эксперт, теперь спасибо. Пиздит. Потому что он сам признался, что... Надо его, блядь, к Соловьеву пригласить. Прямо его мнение просто очень интересное. По 8 тысяч долларов он приносил. Вот меньше не приносил, но... И у него 5 квартир. Ну, какой он нищук, ну... А, блядь, Брежнев, это тот Брежнев. Господи, блядь. Да, наверное, пиздобол. Не знаю. Я с 30 тысяч долларов в год заплатил 300 долларов налог. В прошлом году я ничего не... Мне удивительно, конечно, налог получается даже меньше, чем... Мне кажется, это пиздеж, кстати говоря. Как это, блядь, с 30 тысяч долларов он заплатил 300 долларов налога? 1%? Да иди ты нахуй. Чем у нас? Странно. Опять же, странно. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так, да, чувак пиздит. Что-то здесь не так, я не понимаю. Что? Черт. Платил. По запросам тоже. В этом году я платил 300 долларов. Почему так происходит? А мой товарищ, который заработал те же самые деньги, он заплатил с 30 тысяч тысячу. Я 300, а он тысячу. Почему? Потому что у меня есть жена, а у него нет жены. Понимаете? Ну, все, да. Это очень гибкая система. Если у вас... Конечно, известно. Если есть дети, если есть жена, то есть налоговые вычеты. Это все известно. Дальше что? Пиздец, как он орет, блядь. Какой он противность. Если ребенок несовершеннолетний, вы не будете вообще платить. У вас все спишется. Ну, я имею в виду... Каких вот орущих, блядь, дурачков, как я их не люблю. Если вот вы будете зарабатывать, как я, там, 30 тысяч долларов в год, вы спишите все. Димон с гитарных историй называл этого Америка наизнанку ёбком и пиздоболом. Пишет Hells Cream Academy. Слушай, надо у Димона, наверное... Блин, мы с ним... Это... Я уже пытался с ним договориться насчет стрима. Уже суббота, кстати, как раз. Ну-ка, я ему напишу, кстати говоря, вот даже. Сейчас. Вот, надо будет обсудить вообще. Че там, да как? У вас жена сидит с ребенком. У вас есть ребенок. Это все учитывается. В семье... Неудивительно. Ну, якобы, это вот 30 тысяч долларов, да, сколько он там зарабатывает, да? Ну, это типа бедность, да? Ну, типа 30 тысяч долларов в год. Это то же самое, что у нас 25 тысяч в месяц, да? По Моисею, якобы так. Ну, да. Если я правильно понял, конечно. Ну, это одно и то же, в принципе. Там 25 тысяч у нас... Или сколько он там говорил, Моисе? А, 56 тысяч. Он что-то такое насчитал. Ну, где-то 56 тысяч заработаешь. Это уже, в принципе, там 10 высших нужно. Бывает такое, да? И умение... Просто, бля, работай нормально и все. У меня куча знакомых, которые, блядь, никаких у них образования нет. Да просто, блядь, человек работал, я не знаю. Просто пришел, получается. Не как ты, блядь, ищет подработку, ищет какую-то говно работу, какую-то хуйню. А, не знаю, устроился там условно, не знаю. Да, блядь, официантом можно 50 иметь. Устроился, допустим, там, барменом, ну, там, через год повысили до менеджера. Все, вот тебе 50, 60, 80. Легко вообще. В 20 лет там люди заработают. То есть... Не знаю, звукорежиссер хороший тоже может зарабатывать, я думаю, там. И такие бабосы. Мне недавно заплатили 8 тысяч рублей за 8 часов работы. То есть... Да нет, пизжу, пизжу. Пятерку за 6 часов. Сейчас, с 7 вечера до 4 утра. Вот так. Это 5 плюс... 9 часов, получается, да? 9, да? 8 тысяч за 9 часов. Вот так вот мне заплатили. То есть 5 тысяч за 6 и потом еще 3 тысячи за еще 3 часа дополнительных. Ну, я еще, давайте, ладно, 10 часов. То есть пока я там еще посидел, потупил, там, что-то так. Ну, и тогда угостили еще пивком, угостили еще алкашкой. Охуенно весело провел время, так сказать, там, да. Относительно. Вот, там, потупили, что-то пообщались. Захотел, походил, покурил, поругался, там, 8 тысяч. Ну, то есть, понятно, такое редко бывает, но смысл в том, это, причем, даже не в Москве было. Это было в Подмосковье. Ну, как бы, вот тебе 100 долларов, получается, как бы, вот уже вот можно, наверное. Причем я 23-летний хуй обосранный, по сути дела. И это даже не потому, что я блогер какой-то. То есть, ну, вообще не при этом. Это вообще не при чем. За, ну, за звукорежиссуру. То есть, потому что у меня, как бы, есть небольшой скилл в звукорежиссуре. Вот, все, просто только тупо за это. Ну, блядь. Ладно. Закидывать ногу за голову. Просто, ну, мне, получается, предложили, типа, слушай, не хочешь, за 5 штук тут надо съездить, 6 часов там кое-что поделать. Такой, да говно, вопрос давай. Вот. А потом еще на 3 просто продлили. Так что, ну... Ой, не заработаешь так просто, ну. Ну как, ну, не просто, блядь, извините. Ну, а, блядь. Ну, можно же. Это уже не бичарская работа какая-то. Это уже навыки там... Да, да, представляешь, блядь. Можно. У нас даже инженеры, они всегда столько получают. Ты что несешь-то? Не знаю. Ну, вот у нас 25 тысяч, ну, 25-30. То есть... Да, ну, а знаешь почему? А потому что, блядь, клиенты у этих инженеров, маклауды ебаные. То есть, я думаю, что... Ну, смотри. Если бы... Вот как я мог бы получать за все то же самое, что я делаю, больше денег? Вот я, допустим, есть. Я стример. Я что, плохо стримлю, что ли? Нормально я стримлю. Как бы средненько, обычненько. Вот почему мне люди донатят 10 рублей за минуту или 20 рублей за минуту, а не могут донатить 50 за минуту, 100 за минуту? Почему так? Потому что люди не такие богатые в стране, как могли бы быть. А знаешь, почему они не такие богатые? А потому что у них не так много клиентов, не такая большая очередь. Да, грубо говоря. И потому что эти клиенты, даже те, которые есть, они тоже не очень богатые. И знаешь почему? Потому что в конечном итоге эта цепь где-то как-то замыкается, и в конце цепи стоит маклауд ебаный, у которого 20 тысяч зарплата. Или 0 рублей зарплата, потому что он не работает, блядь. 30 каббала, вот пишет Фархад, в 19 лет. Новогодняя ночь, работали на сцене не 6 часов, как обычно, почти 8. Подготовка жестокая в техническом плане. Ну, пожалуйста. Ну, на Новый год, конечно, там можно вообще сумасшедшие деньги получать. Да, то есть я уже не помню, лет в 17 получил 5 тысяч за то, что побарабанил полчаса с какими-то чукчами просто в Новый год. Но прям непосредственно, то есть я, ну, вот полночь я там праздновал. Покормили еще, да. То есть как бы тут такое, как говорится, надо иметь знакомство, надо знать места, надо формировать эти знакомства, надо быть годным для того, чтобы с тобой хотели знакомиться. Да, и так далее. То есть бывает. И причем ты-то не в Москве нафармил, я так понимаю. Хотя тоже интересно. Ну, может быть, и в Москве, не знаю. Насчет водил маловато ему нас вошли. Мать профводитель, мамку нравится, может, когда на него орут. Может быть, и да. Не 3, а 30. Ну, я понимаю, что 30. Я понимаю, что 30. У меня было 5, я говорю, вот за, ну, какую-то там просто хуйню совершенно. У тебя как бы 30 за жесткую работу. Ну, тоже здорово, здорово. То есть, надеюсь, у меня тоже будет когда-нибудь 30. Не, у меня было на стримах, что 30 тысяч за один день донатили. 37 даже. Вот. Но, ну, это, блядь, прям совсем вообще один раз в жизни такое было. Вот. При том, что стримлю-то я как бы каждый день. А у тебя как бы корпоративы явно не каждый день все равно. На ускоренном 3 услышал. Ну, понятно. Да. Не-не-не, я читать умею. Ну, я понимаю, что такие зарплаты могут быть. Ой, блядь. Что говорили вообще, забыл. Несешь-то. Не знаю. Ну, вот у нас 25 тысяч, ну, 25-30, то есть, то же самое, да, что и... Да, так вот. Конечная проблема в том, что в конце этой цепи сидит маклауд, у которого денег нет. И таких маклаудов, их очень много в России. То есть, еще раз. Предположим. Мы берем 100 россиян и 100 американцев. Мы берем 100 россиян и 100 американцев. И помещаем их в Африку. В африканскую нищую страну. Из американцев, не распиздяев, будет, скорее всего, 10, предположим. Ну, человек 10 точно будет. Они быстренько пойдут, на местности сориентируются, какую-нибудь землю себе оформят, начнут что-то на ней делать. То есть, все. И, соответственно, за счет просто своего, там, я не знаю, ну, подхода к жизни, менталитета, привычек, там, прочей хуйни, они быстренько, как бы, знание экономики, конечно же, то есть, они быстренько там как-то порешаются. Ну, быстрее, я думаю. В России просто таких людей будет 2 или 3 из сотни. Ну, при этом, кстати говоря, в России вот эти 2... Вот, то есть, если в Америке будет их 10, и у них между ними конкуренция, и как бы 10 будут жить хорошо, остальные, ну, тоже, кстати, относительно неплохо. То в России, скорее всего, 2 или 3 будут жить охуенно, потому что они просто самые умные. Вот, а остальные будут жить хуевато, по сравнению даже с теми 90 американцами. Вот, просто потому что они Маклауду и распиздяю, блять, конченые. То есть, грубо говоря, почему? Если 2 или 3, ну, то есть, вот, допустим, 10 американцев, да, из них там, вот те остальные 90 маются какой-то хуйней, а вот эти 10, они, предположим, там, я не знаю, один там, ну, там, двое или трое из них, не знаю, коров разводят, еще там из других кто-нибудь хлеб выращивает, там, кто-то, не знаю, поет красиво, еще что-то делает. А в России, получается, вот там, ну, двое-трое все будут держать. Конкуренции у них там особо не будет, получается, и при этом на двоих-троих будет, получается, 97 клиентов. То есть, там у них вот 10 человек, и на них делится 90 клиентов, условно, 90, там, пациентов на каждого, и у каждого по 9 человек, там, да, грубо говоря. А тут на двоих-троих 97, то есть, получается, по 30 на каждого, но по 30 бомжей. Вот, и то есть, они тоже будут жить так же хорошо, но вот эти бомжи, ну, как бы, вы понимаете, да, то есть, между ними блага просто нельзя тупо распределить. Так же, как между, ну, вы поняли, о чем я говорю, блядь, надеюсь. Вот. Проблема в том, что ты, как говорится, Маклауд. То есть, ты, это не Россия такая плохая, это ты не дотягиваешь даже до бомжа, блядь, в Америке. Я как бы что-то делаю. Поверь, я, понятно, что, если бы я родился в Америке, я сам так же рассуждал, если бы я родился в Америке, да, я был бы в 4 раза богаче, блядь, я был бы уже музыкантом суперизвестным, а тут-то я, блядь, нихуя не добился. Ну, да, так и есть, но с той разницей, что если я сейчас потружусь, то в итоге, я думаю, я догоню потенциального себя в Америке. Вот и все. То есть, Россия плохая, потому что Маклауды в ней, грубо говоря, живут. 300 тысячу. В год там, да, ну вот, блядь, ну как такое может быть? Да нет, что-то сомнительно. Человека работает один, все, какие налоги? В первые два года, когда мы подавали декларацию, нам государство возвращало деньги. Там 600 долларов, 300, 400 долларов, когда мы показывали, сколько мы заработали, нам наоборот платили деньги. Вот это есть правда. Правда то, что тракий зарабатывает 120 тысяч долларов, обслуживается у моей дочери, он заплатил там 23 тысячи долларов налогов. Вот это правда. Это настоящая правда. А вот то, что вы заработали 100 тысяч долларов, у вас 50 тысяч долларов отняли? Вот это абсолютная херня. Полная. Ну и что касается налогов, подход другой у людей немножко к налогам. Да, неохота как бы платить налоги, но не так, как, скажем, в России или в Казахстане. Когда ты знаешь, что твои налоги все уйдут в зрительный зал, понимаете? А когда вы ездите по классным дорогам, когда чиновники выполняют полностью свою работу, если вы к ним обратились, или там полицейские, или когда там скорая помощь понадобилась, или пожарники. Когда скорая помощь понадобилась, за которую тебе потом счет выставят в 10 тысяч долларов, не за это случайно? Если вы видите, что вокруг все это работает, то как бы не жалко. Вы смотрите и понимаете, что, блин, это на мои налоги все вот это сделано. И это хорошо. Поэтому вот с этим я не согласен. Давайте слушать дальше, что он говорит. Да, блядь, на твои 300 долларов это все сделано. Так, ну окей. Ты уж, вы уж, батенька, определитесь. Ты как бы либо крест сними, либо трусы надень. На твои 300 долларов вот это все сделано? Или все-таки, блядь, ты платишь не 300 долларов нихуя, и тогда на твои налоги там что-то сделано действительно? Удивительно, конечно, удивительно. Очень странно. Да, очень странно. Что-то здесь врет. Что-то я, блядь, как-то не верю в 1% налогов. В 300 долларов из 30 тысяч. Не знаю, как мне кажется. Какая-то хуйня полная, да. Не знаю. Что здесь не так? Ну что-то здесь не клеится. Ну вот я тоже так считаю, что чувак пиздит. Ну давайте теперь этот видос посмотрим. Часть. Привет, люди. Про Америку. Немножко побыстрее. А мне попросили посмотреть ролик чужая и сказать, Вадим, это что правда? Ребята, и правда, и неправда. Я посмотрел этот ролик. Там чиж дает раскладку, чтобы вот 15 лет назад Америка была другая, когда он приехал. Да, сейчас на самом деле ему тогда было веселее. Вот опять же, почему, если якобы человек бедный, ну то есть, почему он живет? У него кухня лучше моей. Лучше моей. Ну и хуже моей. Ну, не хуже, но вот примерно такая же. Может быть чуть-чуть даже. Чуть-чуть. Похуже. Ну, мне кажется, у него менее симпатичный. Прям чуть-чуть вот плюс-минус то же самое. Я сейчас вот даже если вам найду какую-нибудь фоточку, что ли, блять, найти в своей кухне. Блин, я не знаю, я видосы, наверное, не поделал. Давайте я прямо сейчас сфоткаю. Сейчас на паузу поставлю, сфоткаю и ВКонтакте вам покажу. Сейчас, секундочку. Так, сейчас дедушка повыебывается. Блять, я же отправил. Секундочку. Секундочку, секундочку. А, отправляется. А почему так долго? А хуй просышь. Ну, отправляется. Значит, короче, давайте подождем еще. Все. Пришли фоточки. Так, сейчас дедушка покажет кухонку свою. Ну, вот. Примерно так. Здесь есть в темноте, как это выглядит. Честно, еще не так красиво. Ну, то есть, короче, вот эта вот подсветка здесь есть. И там еще сверху есть подсветка, но она пожухлая и мне починить лень очень. Вот. Ну, вот, соответственно, при кухонном свете, то есть, как это все. Ну, в темноте, блять, здесь на кадре, кстати, не так красиво выглядит. Но, в целом, вот. То есть, соответственно, ну, тоже на то же. Только у него, как бы, ущербные квадраты. А здесь все равно вот какая-то, вот, какая-то выемка покрасивее. То есть, да, все посимпатичнее сделано. Тут все как-то квадратно, треугольно, прямоугольно. Ну, вот, кстати, да, у него тоже там какая-то подсветочка, в принципе, вроде бы какая-то где-то есть. Я так понимаю, над вытяжкой. Ну, у меня вот тоже вытяжка. Вот, соответственно, подсветка тут. И еще одна подсветка вот здесь. Вот. Ну, она как бы вот здесь лампочка осталась. Эти пожухли, к сожалению. Но вот это можно починить, соответственно, будет пиздача. Это вот другой ракурс. Ну, значит, соответственно, здесь вот этот вот кирпич. Ну, в этой комнате тоже такой есть. Ну, не кирпич, как это вот, типа, оформление под кирпич такое вот красивое, да. Вон туалетная бумага там валяется, да. Запас стратегический. Подогрев пола. Вот такая дверь у нас моднейшая тоже выезжает. Вон эти лампы я сфоткал, пожухшие. Так, это... Ой, это, кстати, мне надо обязательно обратиться насчет ТикТока. А то, зараза, 15 тысяч ТикТоков уже с моей песней. Она неправильно подписана. Дальше что? Моей, я вам говорю. В разы. Ну, почему? Ну, как бы вот... Ну, плюс-минус, как моя. Плюс-минус, как моя. То есть, ну, какие-то лампы у него зато висят вот эти вот. Ну, такие как бы есть. Нет вот этой подсветки вдоль, которая прикольно выглядит. Ну, зато есть вот такая вот в потолке. Стены, вот, кстати, точно такие же стены у меня. Точно такие же. То есть, они без обоев, но они как бы такие белосимпатичные. Да, вот. Ну, то же самое абсолютно у меня. Абсолютно то же самое. Хотя он, в годе, как должен жить на улице вообще, да? Потому что ему не должно хватать денег. Эй, русская. Если верить по Моисею. Вот вам не должно хватить денег. Он должен там хлеб без соли есть. Ну, ханех. Ну, видимо, не хлеб без соли есть. Окей. Ну, я не знаю. Может быть, он пиздит. Просто я не верю, что он платит 300 долларов налогов с 30 тысяч. Хлеб там очень дорогой, поэтому вообще без хлеба должно быть. Он где-то под мостом спать. И кем он работает? Ну, я не знаю. Что-то здесь явно не клеится. Я не думаю, ребят, что это связано с какими-то экономическими преобразованиями в США. Мне просто окажется, 15 лет назад ему просто на самом деле было веселее. Он был моложе. Вот. Он приводит, значит, такие раскладки, расклады, что один человек снимает. Кстати, так интересно, он позвонил в Нью-Йорк. Просто мне интересно, а Маклауд тогда почему не переедет туда? То есть вот этот чувак, типа, он переехал, и все вот так вот легко, шикарно сразу. То есть он сразу устраивается на 2,5 тысячи рублей, американских зеленых рублей работать. Ему хватает на неплохую кухню, и при этом он какой-то хуйней занимается. Просто там вводит какую-то либо машину, либо что-то грузит, либо еще что-то. Маклауд, а почему ты так же не можешь тогда, я не понимаю? То есть, ну, вот ты сидишь, сидишь, сидишь. А что ты смотришь-то на них? Иди так же сделай просто. Типа, ну, всего-то делов. Видимо, английский надо знать или еще что-то. И все. О, нет разве? Риэлтору и на Брайтон Пич 1350 квартира. Блин, это как моя в Майяре, представляете? 1300, дешевле на 50. 1300 долларов? Ёб твою мать. Ну, 100 тысяч, блядь, извините нахуй. 100 тысяч, блядь. За 100 тысяч в Москве можно снять... А если не в Москве, тогда вообще пиздец. За 100 тысяч что можно снять? В Москве... Это в Москве можно снять, в самом центре. И что-то просто хоромы какие-то райские. Трехкомнатную там какую-нибудь просто, ну, мега-квартиру убойную. Можно снять две по 50 тоже отличных. Две трешки по 50 там в пределах города еще. И не на окраине даже. Вот. Ну, хотя трешки, наверное, я загнул. Трешки на окраинах. В Питере трешки можно точно не на окраинах. Можно снять три однокомнатных квартиры на такие бабки. Блядь. 50 долларов. И я... Тогда вот мне уже интересно, если он ее снимает, а на что... Как у него... Ну, он... Жена тоже работает, что ли? Или как просто у них хватает денег? Двухкомнатная. То есть двухкомнатная квартира. Двухкомнатная. Блядь. Двухкомнатная за 100 тысяч. Ёб твою мать. Еще раз. Что? Блин, это как моя в Майами. Представляете? Тысячу триста. Дешевле на 50 долларов. И я... Вот он бомж. Своей квартиры нет. В съемной живет, блядь. По логике Маклава, да. Блядь, я опять прослушал. Двухкомнатную квартиру, то есть двухкомнатную квартиру. И он делал расчеты вот на одного человека. И как бы он все правильно показал, сказал, в смысле показал, что мне хотелось бы добавить. Первое, что меня повергло в шок, когда я услышал от Чижа в ролике, что ему еще надо будет заплатить риэлтору за его услуги и сумма, которую он должен заплатить риэлтору, а она тоже тысячу триста пятьдесят. Как будто плата за месяц за квартиру. Он должен ее заплатить риэлтору. Ну, сто процентов. Ну, то есть, ну, бывает 80 процентов, бывает 50 процентов у риэлторов комиссию. Я был в шоке, просто в шоке. Во Флориде вы не платите ни единого доллара риэлтору, когда снимаете квартиру. Че-то какой-то пиздец. Ну, значит, ему платит хозяин, наверное. Ни единого. Риэлтор берет деньги с хозяина квартиры, который ее сдаёт. Если он подогнал хозяину квартиры клиентов, то за один, за первый месяц риэлтор забирает деньги себе в карман. Это и есть. Ну, сто процентов у хозяина берет, получается, да. Но за счет этого, то есть, для того, чтобы отбить себе эту потерю, я думаю, что цена на недвижимость возрастает. То есть, при том, что если бы платил клиент, то просто было бы дешевле снимать. Хотя в конечном итоге непонятно, как бы вышло дешевле. Его доля. Но никогда деньги не берутся с клиентой. Я был в шоке, когда услышал это от Чижа. Вот вам разница Нью-Йорка. Ну, в Москве, кстати, по-разному бывает. То есть, на самом деле, можно найти с нулевой комиссии квартиру. Если, ну, то есть, бывает и так тоже работают. Но чаще всего бывает, что берут из хозяина, из клиента. Вот это я так и знаю. 50% с того, 100% с этого, блядь. Квартиру сдаёшь там за... Ну, это в дорогой, конечно, чаще всего такое можно провернуть. Вот. То есть, тут кто как. Одного штата, да? И Флориды. Да, ну и вот из этого ролика с Чижим. Ребята, я считаю, что каждый блогер в своём ролике обязательно должен говорить, в каком штате он живёт и в каком городе так. Нельзя говорить в своих роликах про Америку. Я уже говорил об этом. Вам встречаться будут такие ролики. Дело в том, что ролики я снимаю, а выкладываю их не в той же очерёдности. Поэтому я вам говорю, а потом это всё повторяется в другом ролике. Поэтому не удивляйтесь. Нельзя, нельзя. А вот Чиж говорит за Нью-Йорк. Ну, он не говорит, что... Ебать, а что это у Маклауда? У него комплюхтер прям пожух, что ли, пиздец? Вообще всё просто размылилось, в говно прям лютое превратилось. Я-то я не подчёркиваю, я вам говорю за Нью-Йорк. Нет. Он говорит, вот сейчас в Америку... Битрейт прям упал вообще жёстко. И преподносит это всё, как будто это он говорит за всю Америку. Нет, Чиж говорит за Нью-Йорк. Вы скажете, какая разница? Охрененная разница. Разница в минимальных заработных платах. В Нью-Йорке минимальная заработная плата 15. Во Флориде 9. Вот вам разница уже. Чего? В миграционных службах в разных штатах. Чего, блядь, 9? Если только долларов в час. Долларов в час именно. Ну, что за бред? Работают разные национальности. Если вы приедете, там, скажем, в Вайоминг, у вас там будут в миграционной службе сидеть белые. А если вы приедете во Флориду, они будут сидеть. Испанцы. Мексиканцы. Вы скажете, ну, законы-то... Испанцы. Какие, блядь, испанцы? Испанцы. Какие, нахуй, испанцы? Мексы будут сидеть или кубинцы? Одни, да, законы одни. Но отношения миграционных служб разные. Испаноязычные тогда. Ну, ладно, хорошо, не будем. И вот, значит, Чиж дает раскладку, что человек зарабатывает две с половиной. Ну, как я и говорил. У него аренда квартиры, опять же, все остальное он рассказывает, как я и говорил. Почти. Слово в слово. Но. Он берет одного человека и одну зарплату, а приводит в пример квартиру. Вот смотрите, вот я бы жил вот в этом доме, предположим. Ну, как бы, паймы, лето, красиво, заебато. Я хочу в Макдональдс, предположим. Тогда холостяк один. Или девочка, ваша дочка, которая приедет в Америку, она не будет сама снимать одну квартиру. То есть это как жить в деревне, просто в очень красивой деревне. Это неразумно, потому что в этом случае пример будет работать, что ваши... То есть где магазин? Как мне только на машине ехать в магазин, да? Уйдут. Он приводит, в пример, тысячу на еду в месяц. Холостяку. Мама дорогая. Вы знаете, сколько можно... И тут же показывает продукты, которые он купил там на 19 долларов. Вы можете себе представить, сколько можно на тысячу долларов в Америке купить продукты? Сколько можно купить мяса в морозилку? Сахара? Крупы? Спагетти? Блин, заварки? И вообще... Ну это типа такая, как очень красивая деревня. То есть, ну это все замечательно. Я не знаю, можно... Блядь, ну... Короче, все, лук там. А Макдональдс я хочу. Или в магазин я хочу дойти. То есть вот, если мне сейчас захочется сигарет, я вышел, пять метров дошел до ларька и купил сигарет. Они покупаются. Это же бухла. И когда вы берете, как бы, ну ладно. А там, где, что? Я хочу в Макдональдс. Я вышел, мне пять минут, я дошел до Макдональдса. Пицца, еще что-то. Вам один раз надо купить кастрюлю, чайник, со сковородукт. У меня все вот прямо здесь. Банк у меня прямо вот тоже вот возле дома находится. Какой-нибудь фикс прайс там недалеко есть. Несколько вариантов магазинов. Круглосуточный магазин есть. Круглосуточный автобус, который, если что, довезет меня при желании там в центр или куда-то, наоборот, чуть подальше. А тут как я, то есть без машины, как я вообще там воду? Это объясняет, почему в 16 лет там школьники у них уже водят. Потому что, блядь, ты же там с ума сойдешь просто. Взять его за правду, я не сомневаюсь, что он говорит правду. Там же скука. Он говорит по нью-йоркным ценам все это. Вот ты сидишь, это скукота там. Просто все красивое, а так скучно. Тысяча долларов. Но дело в том, что у меня с женой уходит на питание тысяча долларов. Вот в чем, ребята, правда. Сколько такси там стоит? Вот мне даже интересно. Вот я школьник, у меня 9 долларов. Ну-ка, такси в Флориде. Гет-трансфер вот какой-то, да, допустим? Просто, ну, сколько примерно так стоит? Нельзя посмотреть? Ну, там, да, аэропорт. Просто, ну, сколько за километр там, ребят? Короче, блядь, ладно. Короче, кто шарит, пожалуйста, подскажите. Поищите. Я думаю, то есть на такси там тоже не покатаешься особо. И это правда. Тысяча, никак не больше. И может быть меньше. Потому что четыре раза в неделю... Что тысяча долларов еще раз у него? Что он говорит правду? Ну, опять же, он говорит по нью-йоркным ценам все это. Хорошо, тысяча долларов. Но дело в том, что... У меня есть мужика иногда нет еще долларов. Вот в чем, ребят, правда. И это правда. Тысяча, никак не больше. И может быть меньше. Потому что четыре раза в неделю... Ну, вообще, да. Тут такая еще ситуация. Вот я, например... Вот если зима, да, да, там холод такой, минусовая погода, то я вот жру в это время больше. Если вот начинается лето, начинается лето, там, достаточно жаркое, допустим, для Питера, то я уже жру меньше, гораздо меньше. Но пью воды больше. Вот. То есть траты на еду уже гораздо меньше. Если погода теплая, там, жарко вообще, тогда я жру меньше. Нет, если тебе нравится жить в деревне, но там, где жарко, то ты можешь в Сочи переехать или, блядь, в любую крымскую, там, Ялту какую-нибудь. Ты уж, батенька, определись. Просто кроме как в Лос-Анджелесе, ты не сможешь так в Америке нигде жить. Мне почти жигать не надо, в принципе, особо. В городе Майами сколько населения? Пью больше, да, воды там какой-то. Сколько там? 400 тысяч! 400 тысяч человек! Это же, блядь, просто малю... В Сочи столько же! Просто ездить в Сочи и всё, и живи там. И то же самое, только как бы в Сочи живут армяне, а в Майами мексиканцы. По сути, то же самое. То есть какой-то неродственный, скажем так, этнос, да? Пожалуйста, вот тебе на здоровье. То же самое. Ну, типа, чуть-чуть, может быть, где-то менее красиво. И то я ещё хуй знает, честно говоря, в Сочи. Это мне даже интересно. Блядь, ну хуй знает пиздато. Вот чем вам, чем вам не жмаринка, да, как говорится? Вот вам пальмы те же самые, пожалуйста, растут. Ну, лужа, да? О, россиянский, блядь! Асфальт обоссанный какой! У-у-у, сука, блядь, путинская мерзопакостная рашка-пидорашка. У-у-у, блядь, ну это да, это... Не, ну это хуйня. Вот Майами, да, вот это вот, вот это заебись. Классно. Ну ладно. К вас беру. Вот. Поэтому уже какая-то... Декстер вспомнил реле одни мексы в Майами даже в полиции. Ну не мексы, кубинцев, да хуя. Судя по всему, судя по тому же Декстеры вообще, ну, в принципе. То есть, ну, в Майами там же прям рядом Куба. Вот. То есть через там... Через океан там. Ну, недалеко получается где-то. Вот Гавана это чего столица? Ну да, Куба, вот. То есть просто, пожалуйста, хоп, переплыл. Это самое ближайшее. Ну, да, вот как бы такое. То есть белые штаты там, я так думаю, это какая-нибудь... Не уверен, честно говоря. Могу напиздеть, конечно. Ну, мне кажется, какие-нибудь такие вот самые расистские должны быть штаты у них. Типа Луизиана, может, какая-нибудь там, да. Или Миссисипи, те же самые там, они чуть подальше. Вот. Либо какая-нибудь глупь там в Америке. То есть... Или, может, Миссури. Не знаю. Ладно, что дальше? Блин, расходы, получается, меньше на жирачку. Ну, хотя кому как. Техас, наверняка. Потому что кто как жрет, конечно. Может, как Моисей там... Хотя нет, в Техасе, думаю, мексов до хуя должно быть. Булка, хлеб. Ну, якобы, якобы, как он там жрет. Вот. Булка, хлеб, водичка и сахар ложками. Может быть, он так питается. Но прикол в том, что все цены, абсолютно все. Я просто сравниваю по булке хлеба, но на самом деле все дороже, блядь, в Америке. Хорошо. Сколько стоит килограмм картошки во Флориде? Вот картошка, пожалуйста. Просто я могу так что угодно сравнить. Оно все плюс-минус там дороже до хуя. Ну-ка. Карто. Так. 2,27 килограмма стоит 3,48 долларов. То есть 278 рублей... Ну, 271 рубль на 2,28. Да, так получается. 120 рублей за килограмм. В России картошка стоит, блядь, 20 рублей за килограмм. Вот тебе в 6 раз разница, пожалуйста. Я не знаю. Но, суть по всему... Потому что... Из аэропорта Майами до отеля Рэдисон самый дешевый трансфер почти 5к. Да ну ты гонишь, чувак. Что за бред вообще? 5к рублей в смысле ты хочешь сказать? А то я уже что-то обосрался. Не долларов, я надеюсь, блядь. Что пиздец, блядь. 5... Ну, 5 рублей, да? То есть... Ну, 100 долларов. Чуть меньше 100 долларов, да? Ну, сколько? 60 долларов, наверное. Да я видел, питается он нифига не так. Так, понятно. Говорю, в неделю. 4 раза в месяц, раз в неделю. Может, у меня картофель экзотика. Ну, может, конечно, блядь. Но просто... Что мы едим с вами в повсеместной жизни? Макароны хорошо, блядь. Сколько стоят... Макароны во Флориде? Стоят макароны... В штате Флорида. Вот, то же самое вот там не открывается. Блядь, ну это непонятно какой штат. Нет, цены на продукты во Флориде США. Ма-ка-ро-ны. Не находится, к сожалению, ничего. Макаро. Нет. Пачка макарон. Нельзя посмотреть. Ну, вот смотрите. Вы верите, что можно во Флориде, причем не включая ни такса, ни налоги, ничего, вы верите, что можно купить пачку макарон за 40 рублей, как в России, в Москве причем? Можно купить пачку макарон за 50 центов? Я, честно, сомневаюсь. Мне кажется, пару долларов должна стоить. Вот, написано от одного доллара. Макароны от одного доллара за фунтовую пачку. Фунт это сколько? Фунт больше килограмма, что ли? А ну-ка. Ма-ка-ро-ны. Фунт. Фунт. Вес. Это полкило. 0,45. Ну, понятно, вес хуес, ладно. Ну, вот за пачку. Ну-ка, КГ, макарон. Просто я не знаю. Вот. Ну, 75 вот какая-то макфа есть. Доллар тоже. Мне кажется, можно дешевле найти. 400 грамм. Ладно. Мы ходим за продуктами, да, в субботу. И мы их набираем. Еще там всегда где-то на 120, на 140 долларов. Пусть на 150. Четыре раза в месяц. И еще же на... На 150 долларов? То есть, сколько еще раз? Раз в неделю вы набираете? Четыре раза в месяц. Раз в неделю мы ходим. Раз в неделю они ходят за продуктами и набирают на двоих на 120 долларов. Это... 10 тысяч, что ли? Ну-ка. 10 тысяч. На двоих. Пиздец. Мне кажется, на четверых в России можно на 25 жить. Ну, не можно жить, а именно так же. Так же питаться, как эти питаются. Бега не так. Все. То есть, пожалуйста, вот, Маклауд, тебе вот самую главную информацию тебе сказали. Раз в неделю они на двоих тратят 120 долларов. Все. Зачем сравнивать цены, если вот, все уже, блядь. 200 рублей километр, а тут у нас получается 10 рублей. Ну, вот, да. Говорю, в неделю. Четыре раза в месяц, раз в неделю мы ходим за продуктами, да, в субботу. И мы их набираем еще там всегда где-то на 120, на 140 долларов. Пусть на 150. Четыре раза в месяц. И еще жена заезжает, там, да, сигареты нужно купить, там, еще что-то. Ну, по тысяче накапливается, например. Но это на двоих. И квартиру всегда снимают вдвоем. 60 тысяч рублей на продукты на двоих. И он. И вот вам Чиж говорит, две с половиной, вот, у вас уйдет на питание, на квартиру, на коммуналку, бла-бла-бла. Да, это так, да. И теперь сразу говорите. И вторая закона. Не, ну, логично, что вдвоем, потому что масяка, масяка, так он тоже снимает не один. Понимаете, да? Вот он говорит, там, ну, квартира будет стоить, там, ну, сколько он там сказал, 500. Ну, да не, на самом деле, может, ты дороже что-то мало взял. Ну, ладно. Он там где-то нашел, пусть будет 500. Ну, блин, ну, все равно, какой смысл одному? Масяка-то сам не снимает один квартиру. Он не один там. Ну, я могу снять один квартиру. То есть, скажем так, то, за сколько мы снимаем вдвоем, именно то, сколько я плачу, вот я свою половину, сколько я плачу, этого уже хватит для того, чтобы... В Москве снять жилье. Скидывается. Правильно? И тогда все гораздо проще уже. Правильно? Правильно. В Москве, а в Москве самое дорогое жилье. По всей России. Две с половиной тысячи у вас останется. То есть, если мы сравниваем Москву и Америку, это одно, а если мы сравниваем Россию и Америку, это уже немножко другое. Поняли? Я правильно вам объяснил, вы поняли? То есть, две с половиной тысячи у вас ушло на питание, на коммуналку, на все про все. Две с половиной тысячи. Это ваша зарплата. Вторая зарплата у вас остается. Это зарплата, скажем, вашей жены. если у вас нет жены у меня здесь очень много было знакомых парней и сейчас они есть это юра боксер это лёша работающий на мэйт у нас есть парни которые молодые они не снимают все квартиры нахрена не нужны они ищут себе что-нибудь за 500 баксов в месяц ну вот и я вас уверялись на семьи уходит 1000 долларов на питание то на одного уходит парня где-то долларов 500 на питание 500 у него хоть на питание 500 у него уходит на комнату и где-то полторы штуки у него остается но 500 уберите там на все да на сотовый телефон на интернет на всякую хрень вот это первое второе что я хотел сказать ребята дальше речь идет о работах сколько получает по ним по получает грузчик там какие-то да кстати хороший вопрос что маклауд вообще хочет сказать я не понимаю то есть даже если маклауд прав то и чё говорят я устал я приехал я работал грузчиком и так далее я не могу разбогатеть ребята как можно разбогатеть грузчиком вы не думаете что вы приедете сша начнете работать грузчиками станете миллионерами с каких ну да опять же я лично нигде не говорил что там грузчики это миллионеры нет а такого не говорил с каких херов вы вдруг разбогатеете объясните мне в какой стране работая грузчиком человек может разбогатеть и зарабатывать охеренные деньги да вы будете жить вы не помрете вы будете снимать свою квартиру ком комнату или до тех пор не помрешь пока тебя не уволят хуям что там если вы семье значит квартиру ну в россии ты этого делать скорее всего не будешь ну может какие то есть особенно игрушечки конечно я хер его знает но так в среднем ты ничего себе позволить не можешь к сожалению на закладу нашего грузчика опять же грузчик у нас грузчик в африке грузчик в сша или грузчик денег в швеции это разный грузчики понимаете вот простая же мысль совершенно разные грузчики степа был грузчиком земли в африке в какой-то кто мой муж что-то война SCHEAT хуйня туда ли то у меня скорее всего даже компьютера бы не было вот скорее всего вот у меня даже этого компьютера бы не было не так и бы не было вообще никогда вообще никогда не было бы откуда какие там гитаре вы чё ну что бреда я не знаю бред сирот откуда там компы ну 300 часто с неплохо никогда не станет миллионерша продавщицам но там вот если то я был там конечно грузчиком где-нибудь в сша я была ком бы и получше был вот опять же почему бы нет я думаю и так далее это нужно понимать не нужно ожидать что приедете сша пойдете грузчиками продавщицам в ресторан в магазин и вдруг станет миллионером ну с каких с каких это неужели это не понятно неужели понятно что грузчиком это тяжелая работа а продавщицам магазина у нее есть потолок зарплаты это везде так поэтому хотите быть грузчиком у себя в городе или хотите быть грузчиком сша это разные вещи но выше грузчика если вы сами ну да да вот мои мою мысль сказал что это разные вещи в сша в россии в швеции в швеции кстати там и цены подороже даже по сравнению с сша нам по налогам я не помню что будет хорошо и чё я просто не понимаю и чё в конце концов даже повыше да действительно но это опять же разные вещи груз да ну блять зарплата у грузчика маленькая потому что блять ты маклауд вообще нихуя не работаешь потому что клиенты у грузчика это блять вот такие маклауды поэтому блять им нельзя платить много потому что нет покупательной способности у людей а нет их потому что люди не работают нихуя вот если я зарабатывал бы 600 тысяч например в месяц на стримах на своих если я начну мне будет вообще до пизды заплатить грузчику 10 тысяч или заплатить ему тысячу мне вообще будет поебать то есть у меня появляется покупательная способность и и тогда за счет уже того что она у меня появилась я могу стать клиентом более каких-то дорогих сервисов если таких клиентов много то уже есть мысль более серьезные дела какие-то открывайте более больше зарплату платить за более там качественный труд и так далее то есть начинается все с покупательной способности она начинается с того что люди сука работать начинают блять и приносить пользу такую чтобы зарабатывать блять себя короче блять это об этом и говорится что нужно начать с себя блять маклауд пока ты будешь ныть сидеть никогда у тебя не будет зарплата 20 тысяч обучись блять на кого-нибудь нормального начни как следует работать и зарабатывать 40 блять хули ты блять ноешь ты все равно ну у тебя выбора нет либо блять пизду и работай грузчиком заработать 20 тысяч три месяца поработай накопи 60 и съебывай в америку тогда просто чё ты хочешь то я не понимаю блять чё ты чё ты до меня доебался чё тебе надо вообще блять швеции грузчик в сша это будет разное то разное потому что грузчик сша да и в швеции тоже но это уже богаче человек живет будет жить лучше чем тот же моисей который якобы не бедный ни хера который якобы не бедный но будет жить лучше грузчик в сша хотите развиваться учить язык вы молодые вы должны чтобы жить лучше нужно что-то для этого делать сама ну на бошку не свалится не нужно так думать хотите получать большего отличайтесь от других людей чем-то все вот а такие а вы едите вы получите какие-нибудь там на что-то вы учитесь и тем более если вы молодой и вы пойдете вверх только так я очень часто слышу комменты про про то что мы тут работаем по 15 по 12 часов вы это и сейчас можете прочитать комментарии это люди как пишут которые ничего не знают об этом без выходных еще хуярит без отпусков людей много они цепляют в башку свое чужое дерьмо и потом бегают с ним значит ребят говорю как это работает ни один работодатель за очень редким исключением не даст вам больше 8 часов рабочего дня в день потому что если работодатель сша но ни один работодатель не будет прогонять тебя с работы если ты останешься на подольше точно никто не будет и американцы хотят переработать потому что знают что можно больше заработать если больше работать и знают что его ну его не будут хотеть уволить и нанять на его место другого если он работает нормально я не хочу показывать деньги свои пока что сколько у есть честно но не хочу пока что каждый человек здесь это требует либо он не работает поэтому все работодатели здесь очень четко следят чтобы вы не работали больше 8 часов ну да вы можете пойти на вторую работу пожалуйста вот но так чтобы на одной работе конечно никто не работает меня спрашивать про досуг там ну ладно окей понятно в принципе но как-то так ё-моё я не знаю вот видеть этому или нет я думаю нет как бы если это все правда если он платит 300 долларов с трех с 30 тысяч ну то есть один процент налога если он платит то нет не верить получается бедняк штатах реально живет лучше чем я моисей не лучше чем моисей нет я больше не знаю кто моисей там кому сейчас себя прочисляет вообще я не понял ну кухня показала у меня получше кухонька вроде как он не средний но если он не средний то он бедняк или что богатый среди бедных это называется ну такой как бы подходящий к среднему просто смотря что считать средним по путину я конечно за средними то есть у меня доходы получается дам узлом 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 ну больше чем средняя зарплата средняя 40 тысяч ну больше 40 ребята больше 40 у меня есть конечно но меньше 100 наверное меньше ну меньше 150 ну хотя понятно что если меньше 100 то меньше 150 бля если честно я не считал даже особо ну-ка сегодня у нас 20 давайте считать 21 марта с 21 февраля сколько меньше 100 меньше 100 больше 40 все больше пока признаваться не буду что кто кто что она такое вообще машины у него нет но он ее в руки бал нахуй нам не нужна москве квартира ну не знаю снимаю получше чем этом как у него там есть ли у него бассейн чего блять не знаю у дома идет сомневаюсь бассейн у меня есть в спортзале просто честно я в него не хожу ну вот у меня скажем мамзель которая тут тоже живет я потом как нибудь потом расскажу короче тут есть я юлия и просто мы на самом деле не вдвоем снимаем ну типа это трехкомнатная квартира нам ясен хуй на двоих три комнаты нахуй не нужно поэтому мы не совсем на двоих тут кое-кто еще обитает вот у нее тут минут 20 бешком спортзал просто невероятно охуенный вот у меня для патронов я оттуда записывал даже видосы какие-то где-то были то есть там бассейн хуейн хамам там просто вообще просто сумасшествие какое-то и стоит это в месяц я не помню ну тысяч пять наверное стоит это как он называется блять сука ну вы поняли вот это вот хуйня она стоит блять в месяц короче абонемент я кстати хожу в спортзал тоже еще дешевле но там у меня да бассейна нет главное что спину можно размять там есть маленькая такая тоже как сауна типа ну то есть это вот изорум такой изорум там 23 человека помещается это как сауна не сауна ну короче там температура максимально что-то 70 градусов меньше наверное жмж не устраиваете не нет еще нет 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 так дальше что ну опять же ну клетку знает короче если у него пальма у дома если бы я жил в сочи у меня могла бы быть пальма дома но знаешь как то мне блять не до пальмы не ну на самом деле да я думаю я перееду может быть когда-нибудь на юга ну или не знаю перееду не перееду съезжу может как-нибудь я хотел бы попробовать пожить на юге ну собственно я то могу на самом деле мы сейчас просто думаем да юля тоже на самом деле может просто прикол в том что у нас ну типа и тут снимать и там снимать это очень дорого вот а тогда получается надо отсюда куда-то деть вещи а плюс у нас еще тут все таки ну ну короче вот непонятно думаем пока что вас думаем отриархат хуярхат ну бля да как нибудь потом расскажу не знаю но у меня все пиздато на самом деле то есть я так честно признаюсь я практически ничего допустим не ну там не убираю не знаю не стираю не развешиваю не готовлю ну ну какого-то рода наверное да матрифархат наверное да нет пальм все адьес досвидос просто ну переезжай сочи и все и живи там там пальмы разговор не о чем соля ну как то так ставьте туманчики вверх подписывайтесь на канал ну здесь была попытка найти истину не знаю кто здесь пиздит короче моисей там брежнев этот или все пиздят хер его знает ну меньше чем полтора часа получилось но все равно час десять за двести тридцать рублей сейчас десять за двести тридцать рублей это блять я даже не знаю это блять я даже не знаю еще столько подписосом тоже ждать блять хуять ну блять ладно похуй пока пока по мозгу им подумаем за 20 точно прям заебись за минуту макляку смотреть за 10 как-то ну пусть пока будет ладно да мне тоже лень чувак но просто бля в любом случае он это я на него долго реагирую а то что он долго концовку ухуячит ну да научится еще ладно все значит спасибо за просмотр видос заканчиваем а стрим пока что продолжаем